Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим с вами о пенсии в Польше для иностранцев, потому что многих этот интересует вопрос, будут ли выплачивать иностранцам пенсии здесь в Польше, если они работали или нет, и как вообще происходит весь этот процесс. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше. Как известно, в Украине выплачивают пенсии пенсионный фонд. То, что касается здесь в Польше, все, кто платит взносы в ЗУЗ, имеют право в будущем на пенсию. То есть, каждый работодатель в Польше за своего работника платит взносы в ЗУЗ, так называемые складки эмиритальные, тех, кто трудоустроен на умове о праце. И от недавнего времени также тех, кто трудоустроен на умове злицения, также имеют привилегии. Ну и, конечно же, предприниматели. Если вы трудоустроены на умове о джело, тогда, к сожалению, взносы такие не идут в ЗУЗ, и стаж тоже не считается. Ежегодно ЗУЗ присылает письма в почтовый ящик каждому, кто трудоустроен здесь легально и платит взносы в ЗУЗ. В этом письме указывается о состоянии пенсионного счета, также о всех его пополнениях в течение года, но и о предполагаемой пенсии в будущем. Как известно, Украина подписала договоры с более 20 странами СНГ и Евросоюза, в том числе туда входит и Польша. В связи с этим трудовой стаж работника суммируется. То есть это означает, что если вы, например, поработали в Украине 15 лет, а в Польше 5 лет, то в сумме это получается 20 лет. Конечно, каждая ситуация работника, которая будет подаваться в будущем на пенсию, будет рассматриваться индивидуально, но такое соглашение есть, поэтому наши стажи суммируются. Не могу сказать о России и Белоруссии, так как я ничего толком сильно не нашла в законах, но, как известно, эти страны с Польшей сотрудничают между собой, поэтому это решение будет приниматься польскими органами власти индивидуально для каждого работника. Вообще в Польше пенсионный возраст для женщин и мужчин 67 лет, но эта сумма еще не зафиксирована, то есть с каждым годом она все равно будет расти. Но на данный момент возраст для выхода на пенсию для мужчин это 65 лет, а для женщин это 60 лет. Конечно же, для получения пенсионных пособий на каждого работника является стаж, то есть это очень важная критерия для получения пенсии. И что касается мужчин, пенсионный стаж составляет 25 лет, а для женщин это 20 лет. Если нет соответствующего трудового стажа, то пенсия будет выплачиваться вам ниже минимальной пенсии, то есть в соответствии периода официального трудового устройства. Минимальный размер пенсии в 2017 году был зафиксирован, это 1000 злотых брута, то есть это означает 850 злотых нет. Вроде бы как с 1 марта 2018 года пенсия должна возрасти на 2,5%. Что же касается подачи документов, то подаются документы в той стране, где на данный момент проживает иностранец и только в одной стране. То есть вы не можете подаваться, например, и в Украине, и в Польше на выплаты пенсии. То есть если вы подаете здесь, в Польше, то в Украине вы должны быть сняты с учета. Если же в Украине, то это по месту регистрации в пенсионный фонд вы подаете документы. Что же касается в Польше, то по месту проживания вашего сейчас вы находите просто отделение ЗУС и подаете туда документы. Какие именно документы, я вам не могу подсказать, потому что я, к сожалению, не знаю и даже на польских сайтах толком я ничего не нашла. Но первое, конечно же, это заполняется внесок о признании эмиратуры и ренты. Все остальные документы вам подскажут в ЗУСе, именно непосредственно, когда вы будете уже подаваться. Но также вас еще потребуют не за весь период, не за все, например, 20-25 лет документы о заработной плате, а только понадобятся зашвечения за последние 10 лет, которые вы работали. Также иностранцы имеют право подтвердить инвалидность, либо же оформить ее здесь, на территории Польши. При этом нужно иметь просто постоянное место жительства, но и также ПЭСЛ. Для инвалидов имеются как материальные пособия, так и нематериальные, такие как льгота на проезд, также скидки на медикаменты, на оплату жилья, а также медицинское обслуживание в частных поликлиниках. Для того, чтобы подтвердить, либо же оформить потерю трудоспособности, вам нужно обратиться в отделение МОПС и собрать определенный список документов. Первое, это, конечно же, заполняется внесок о выдании регламентации особо неполносправной. Дальше вам потребуется это ПЭСЛ, далее это подтверждение вашей прописки, то есть место жительства на данный момент. Также вам потребуется зашвечение от лекажа о состоянии вашего здоровья, то есть должно быть подтверждение о том, что вы нетрудоспособны, либо если вы приводите эту справку со своей стороны, тогда вы должны перевести ее нотариально на польский язык. Конечно же, это паспорт и основание, на котором вы здесь находитесь, это либо же карта, либо виза. После того, когда вы собираете весь этот пакет документов, вы их относите в отделение МОПС и их рассматривает около двух месяцев. После этого комиссия вызывает на разговор, и если ответ положительный, тогда вам выдаётся специальное подтверждение о том, что вы нетрудоспособны. После этого вы можете взять это зашвечение и обратиться в ужин до працы, для того, чтобы зарегистрироваться в отделе для неполносправных, то есть для инвалидов. После этого вам предложат какие-то специальности, по которым вы можете работать. Как известно, в Польше здесь помогают инвалидам, тем более, если работодатель трудоустраивает к себе неполносправную особу, точнее, инвалида, то он получает льготы, и некоторым работодателям намного выгоднее трудоустраивать людей с ограниченной деятельностью. Вы, наверное, можете сами это заметить, особенно в супермаркетах, очень часто даже сидят глухонемые на кассах, просто висит специальный знак о том, что этот человек глухонемой, и все, и он точно так же работает, и нет никакого непренебрежения, все очень адекватно, нормально на все реагируют. То есть человек работает, он вам выдает товар, он берет у вас деньги, вы оплачиваете за него, выдает вам чек, и все, просто он не разговаривает, не слышит вас. Но такое тоже, поэтому это очень классно, что государство помогает, и люди себя не чувствуют здесь какими-то ущербными, это очень важно, поэтому, если у вас есть эти справки о инвалидности, не переживайте, вы здесь можете тоже найти работу без проблем. Еще есть такой нюанс, чем меньше у вас пенсия, тем больше у вас разных привилегий, то есть льгот, каких-то пособий специальных, например, это понятное дело, что многие пенсионеры ездят бесплатно, очень многим большие скидки предоставляются на дальние поездки, то есть на путешествия какие-то, дальше вы можете получить пособия, субсидии, точнее, на оплату ЖКХ, какая-то определенная компенсация также медикаментов, но и также, если вам нужны какие-то реабилитации в частных поликлиниках, то вы тоже можете получить льготы и скидки. Поэтому, так или иначе, подводя весь итог, что если вы работали в Украине, и сейчас на данный момент находите здесь, в Польше, то вы также имеете право на получение пенсии. Конечно, вопрос будет состоять, какая она будет, в каком размере, когда вы дойдете до этого возраста. И тот факт, подтверждающий, что даже при минимальной пенсии пенсионеры здесь себя не чувствуют ущемленно, то есть жить здесь можно. Самое главное, нужно собрать правильно все документы, для того, чтобы рассчитали все положенные выплаты для человека, точнее, для будущего пенсионера. На этом у меня сегодня и все. Спасибо, что были вместе со мной. Надеюсь, видео было для вас информативным и полезным. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Ну а с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok